Поучение Силуана Поучение Силуана Поучение Силуана Поучение Силуана Поучение Силуана «Господин над ними», направляя это, он пребывает в великой грязи. Весь город погибнет, то есть твоя душа. Удали все это, несчастная душа, положись на своего предводителя и своего учителя. Ум — это предводитель, а логос, то есть слово — учитель. Они выведут тебя из погибели и опасности. Мой сын, послушайся моего совета. Не показывай своим врагам свою спину, пускаясь в бегство. Но лучше преследуй их, как сильный. Не становись скотом, причем люди погоняют тебя. Но стань человеком, который гонит дурных зверей, чтобы не одолели они тебя и не попрали тебя, как труп, и не погиб бы ты через их злодеяние. О, несчастный человек, что ты будешь делать, если попадешь в их руки? Берегись, чтобы не оказался ты в руках своих врагов. Верься этой упряжке двух друзей — логосу и уму. Никто не победит тебя. Пусть Бог обитает в твоей крепости, и Дух Его защищает твои ворота. Ум Божества пусть защищает стены. Святой логос пусть станет факелом твоего ума, сжигающим дерево, то есть весь грех. Если же ты сделаешь это, о мой сын, ты победишь всех своих врагов, и они не смогут воевать против тебя, не смогут восстать и не смогут вступить на твой путь. Ибо если ты обретешь это, ты будешь презирать их, как отрицателей истины. Они будут говорить с тобой, обольщая тебя и завлекая, боясь не тебя, но боясь тех, кто обитает в тебе, то есть стражей Божества и учения. Мой сын, возьми себе за основу воспитания и учения. Не беги от воспитания и учения, но если тебя учат, воспринимай с радостью. И если тебя наставляют, в любом деле становись делающим хорошее. Тогда ты сплетешь венок воспитания своему руководящему принципу. Надень на себя непорочное учение, как одежду. Стань благородным, ведя хорошую жизнь. Приобрети себе строгость, благонравие. Суди себя сам, как мудрый судья. Не отступай от моего учения и не приобретай неученности, чтобы не ввести в заблуждение свой народ. Не беги от божественного и учения, которые в тебе, ибо тот, кто учит тебя, любит тебя очень, ибо он даст тебе достойную строгость. Отбрось от себя скотскую природу, которая внутри тебя, и не держи дурного помышления в себе. Ведь подобало бы, чтобы ты знал, каким образом я тебя учу. Если хорошо править немногими, как ты это видишь, то насколько лучше править каждым, господствуя над любым собранием и любым народом. И во всех отношениях ты возвышен божественным логосом, после того, как ты стал господином над любой силой, убивающей душу. Мой сын, разве желает кто-нибудь быть рабом? Зачем ты так волнуешься сильно? Мой сын, не бойся никого, кроме одного Бога, который возвышен. Отбрось от себя козни дьявола. Возьми свет для своих глаз и отбрось от себя тьму. Живи во Христе, и ты обретешь себе сокровища на небе. Не становись вместилищем многих вещей, которые не содержат в себе пользы. И не будь проводником своего незнания, которое слепо. Мой сын, слушай мое доброе поучение, которое полезно. И прерви сон, который давит на тебя. Беги от забвения, которое наполняет тебя тьмой. Если бы у тебя не было силы делать всякое дело, я не говорил бы тебе это. Христос же пришел, чтобы дать тебе этот дар. Почему ты следуешь за тьмой, когда свет находится в твоем распоряжении? Почему ты пьешь плохую воду, когда у тебя есть хорошая вода? София призывает тебя, а ты стремишься к глупости. Не по своему желанию ты делаешь это, но оскотская природа, которая в тебе, именно она делает это. Премудрость призывает тебя к своей благости, говоря тебе, придите ко мне все вы, о глупые, и вы получите в дар понимание доброе и драгоценное. Я даю тебе архиерейскую одежду, сотканную из всякой мудрости. Что есть дурная смерть, как не незнание? Что есть дурная тьма, как не забвение познания? Возложи свою заботу на одного Бога. Не становись любящим золото и серебро, которые не содержат в себе пользы, но облачи себя в мудрость, как в одежду, и возложи на себя знания, как венок. Сядь на трон понимания, так как они твои, и ты получишь их снова сверху. Ибо глупый человек одевается в глупость, как в одежду, и как в траурную одежду облачается в позор, и венчает себя незнанием, и садится на трон непонимания. Ибо, будучи неразумным, он сам заблуждается. Ведь им руководит незнание, и он идет дорогами желания всяких страстей. Он плавал в желаниях жизни и пошел ко дну. А он-то думает, что извлекает пользу, делая все то, что не содержит в себе пользы. Несчастный человек, который идет через все это, умрет, потому что у него нет ума руководителя. Но он подобен кораблю, который ветер швыряет из стороны в сторону, и подобен вырвавшейся лошади, у которой нет возницы. Ведь он нуждался в вознице, то есть в разуме. Ведь несчастный впал в заблуждение, так как он не пожелал совета. Эти три дурные вещи бросали его из стороны в сторону. Он приобрел себе смерть, как отца, и незнание, как мать. И дурные советы приобрел, как друзей и братьев. Я сказал все это, чтобы ты, глупец, оплакал себя. Отныне, мой сын, обратись к своей божественности. Этих дурных друзей, обманщиков, прогони от себя. Возьми себе Христа, милосердого, как доброго учителя. Отбрось от себя смерть, которая стала тебе отцом. Ибо смерть не существует и не будет существовать в конце. Но когда ты отбросил от себя Бога, святого, отца, истинную жизнь, источник жизни, то из-за этого ты получил смерть, как отца себе, а незнание приобрел себе, как мать. Они лишили тебя истинного знания. Мой сын, вернись к своему первому отцу Богу и мудрости своей матери, той, из которой ты произошел от начала, чтобы ты сражался против всех своих врагов, сил противника. Слушай, мой сын, мои советы. Не будь высокомерным к любому доброму совету, но возьми себе сторону божественного божества разума. Соблюдай святые заповеди Иисуса Христа, и ты будешь царем над всяким местом земли, и ты станешь, почитаем, ангелами и архангелами. Ты же обретешь их себе, как друзей и слух. Ты же обретешь себе место на небесах, божественное, которое пребывает в тебе. Не печаль его и не беспокой. Но когда ты будешь лелеять его, молить его, чтобы ты оставался чистым и чтобы ты стал воздержанным, в своей душе и в своем теле, ты станешь троном мудрости и домочадцем у Бога. Он даст тебе великий свет через нее. Но прежде всего, познай свое рождение, познай себя, что ты есть, из какой ты сущности, или из какого рода, или из какого колена. Знай, что ты произошел из трех родов, из земли, из сформированного и из созданного. Тело произошло из земли, из земной сущности, а сформированное произошло ради души, из божественной мысли. Созданное же это ум, который произошел по образу Бога. Божественный ум имеет сущность от божественного, а душа – это то, что он сформировал в их собственных сердцах. Ибо я думаю, что она является женой того, кто произошел по образу. А тело, которое произошло из земли, его сущность – материя. Если ты смешаешься, ты обретешь себе три части, поскольку ты упал из добродетели в неполноценность. Живи, следуя уму. Не думай о плотском. Приобретай себе силу, так как ум – это сила. Если ты отпал от нее, ты стал двуполым. Сущность же ума, то есть мышления. Если ты отбросил ее от себя, ты отрезал мужское и обратился к женскому. Ты стал душевным, так как ты принял сущность сформированного. Если ты отбросил еще малость этого, так что ты не приобрел себе какой-либо человеческой части, но взял себе мысль и подобие скота, ты стал плотским, так как ты принял скотскую природу. Ибо трудно найти душевного, насколько труднее найти Господа. Я же сказал, что Бог – духовный. Человек принял образ от сущности Бога. Божественная душа имеет общение частью с Ним. С другой стороны, душа имеет общение частью с плотью. Глупая душа обычно шатается из стороны в сторону. И это она считает истиной. Лучше тебе от человека обратиться к человеку, чем к скотской природе. Я имею в виду плотскую. Ты примешь подобие той стороны, куда ты обратишься. Еще я скажу тебе нечто. Снова, для чего ты будешь усердствовать? Ты пожелала стать скотом, когда ты оказалась именно в этой природе. Лучше же общайся с истинной природой жизни. Скотство будет направлять тебя в рот земли, а умная природа будет направлять тебя к умным образом. Обратись к умной природе и отбросить от себя рожденную землей природу. О, упрямиться душа, отрезвей и сбрось опьянение свое, которое является действием незнания. Если ты будешь упорствовать и жить в теле, ты будешь жить в грубости. Когда ты вошла в телесное рождение, ты была рождена, ты оказалась внутри брачного чертога и осветилась умом. Мой сын, не плавай в любой воде и не позволяй, чтобы тебя оскверняли чуждыми знаниями. Разве ты не знаешь, что замыслы противника немалые и колдовские средства, которые у него есть, различны? даже умного человека они лишили мудрости змея. Ведь подобает тебе быть в согласии с мудростью этих двух, с мудростью змея и невинностью голубя, чтобы не вошел он к тебе в образе льстеца, как истинный друг, говоря, я советую тебе то, что хорошо, а ты не узнал его коварства, когда принял его к себе как истинного друга. Ведь он бросает дурные мысли в твое сердце как добрые и лицемерие в образе незыблемой мудрости и жадность в образе спасительной бережливости и тщеславие в образе того, что прекрасно и хвастовство и высокомерие в образе великой строгости и безбожие как великое благочестие, ибо тот, кто говорит у меня много богов, безбожник, и ложное знание бросает он в твое сердце в образе тайных речей, кто сможет понять его мысли и его различные уловки, его, являющегося великим умом для тех, кто желает принять его себе как царя. Мой сын, как ты сможешь постичь его мысли или его намерения, убивающие душу, ибо его уловки и замыслы его злобы многочисленны, и думай о его воротах, то есть о том, как он войдет в твою душу и в какой одежде он войдет к тебе. Возьми себе Христа, который может освободить тебя, который взял на себя козни того, чтобы через это сокрушить его в его обмане. Ибо он царь, который есть у тебя, непобедимый вовеки, против него никто не сможет сражаться или сказать слово ему. Он твой царь и твой отец, ибо нет никого равного ему. Божественный учитель находится в тебе постоянно. Он заступник, он же спешит тебе на помощь из-за добра, которая в тебе. Не держи дурного слова в своем суждении, ибо всякий дурной человек вредит своему сердцу. Ведь только глупый человек идет к своей погибели, а мудрый человек знает свой путь. Глупый же человек не остерегается говорить сокровенное. Мудрый человек не бросает любое слово, но становится созерцателем того, что слышит. Не бросай каждое слово в присутствие тех, кого ты не знаешь. Имей множество друзей, но не советников. Сначала испытай своего советника, ибо всякий человек, который льстит, не почитай его. Их речь сладко, как мед, а их сердце полно чемеридзи. Ибо когда они подумают, что стали надежным другом, тогда они лживо обратятся к тебе и сбросят тебя в грязь. Не доверяйся никому, как другу, ведь весь этот мир произошел обманно, и каждый человек волнуется напрасно. все вещи мира бесполезны, но они существуют в суе. Нет никого, даже брата, каждый ищет выгоду для себя. Мой сын, не бери себе всякого человека, как друга, а если ты приобрел его, не доверяйся ему, доверяйся только Богу, как отцу и как другу, ибо всякий человек ходит во лжи. Вся земля наполнена страданиями и печалью, в них нет пользы. Если ты хочешь прожить свою жизнь спокойно, не общайся ни с кем, даже если ты общаешься с ними, будь как если бы ты не общался. Будь угоден Богу, и ты не будешь нуждаться ни в ком. Живи с Христом, и Он спасет тебя, ибо Он истинный свет и солнце жизни. Ведь как солнце является, чтобы давать свет глазам плоти, так и Христос просвещает всякий ум и сердце. Ибо больной телесно это злая смерть, насколько больше тот подвержен смерти, у кого слепой ум. Ведь как всякий слепой не может видеть его, так и тот, у кого нет здорового ума, лишен удовольствия приобрести себе свет Христа, то есть разум. Ибо все явное является образом тайного, ведь как огонь, горящий в некоем месте, не ограничивается этим местом, так и солнце на небе, все его лучи достигают мест, которые на земле, так и Христос имеет только одну сущность, а просвещает каждое место. Точно так же он говорит о нашем уме, как о светильнике, который горит и освещает место. Находясь в одной части души, он освещает все ее части. Теперь я скажу о том, что более возвышено, чем это. Ум по сущности находится в некоем месте, то есть в теле, а по отношению к мысли ум не имеет места, ибо как он может пребывать в определенном месте, когда он созерцает всякое место. Однако мы можем сказать еще более возвышенное, чем это. Ведь не думай в своем сердце, что Бог обитает в некоем месте. Если ты помещаешь Господа всего в некое место, тогда тебе надлежит говорить, что это место более возвышено, чем тот, который обитает в этом месте. ибо то, что содержит более велико, чем то, что в нем содержится. Ибо нет места, которое называли бы бестелесным. Ведь несправедливо, чтобы мы говорили, что Бог есть тело, ибо следствием было бы что мы даем этому телу рост и убывание. И тот, кто претерпевает это, не может оставаться неприходящим. Нетрудно узнать Творца всякого творения, но невозможно постичь образ его. Ибо не только людям трудно постичь Бога, но трудно и любой божественной природе, ангелам и архангелам. Необходимо познавать Бога, как Он есть. Невозможно тебе никак познать Бога, кроме как через Христа, того, который имеет образ Отца. Ибо этот образ являет истинное подобие по отношению к тому, кто являет. Царя обычно не знают без образа. Думай о Боге то, что Он пребывает в каждом месте, и вместе с тем Он ни в каком месте. По силе Он во всяком месте, а по божественности Он не в каком-то определенном месте. Ибо только таким образом можно немного узнать Бога. По Его силе Он наполняет каждое место, а по величию Его божественности ничто не вмещает Его. все находится в Боге. Боже не вмещается ни в чем. Что же такое познать Бога? Все что пребывает в истине есть Бог. Однако невозможно смотреть на Христа как невозможно смотреть на Солнце. Бог видит всякого, но никто не смотрит на Него. Христос же без всякой зависти берет и дает. Он свет Отца, дающий свет без зависти. Таким образом Он освещает каждое место. И все есть Христос Тот Который унаследовал все от существующего. Ибо Христос есть все иначе нетленность. Ибо если ты подумаешь о грехе Он нереальность. ведь Христос это постижение нетленности и свет, который светит, не будучи запятнанным. Ибо солнце светит во всяком нечистом месте и не оскверняется. Так Христос Христос даже если Он пребывает в недостатке, однако Он без недостатка. Даже если Он был рожден, Он нерожденный. Так и Христос даже если Он постижим, то по своей сущности Он непостижим. Христос есть все. Тот у кого нет всего не может познать Христа. Мой Сын не дерзай говорить слова о Нем, не ограничивая для себя Бога всего умственными образами. Ибо тот кто судит не может быть судим тем кто судит. Хорошо спрашивать и узнавать кто есть Бог. Логос и ум это мужские имена. Тот кто желает знать об этом пусть ищет спокойно и благоговейно. Ибо существует немалая опасность говорить об этих предметах. Поскольку ты знаешь что ты будешь судим за все то что ты скажешь. Пойми это что тот кто во тьме не сможет увидеть ничего не взяв света для своих глаз. Испытай себя имеешь ли ты действительно свет чтобы поскольку ты спрашиваешь об этом ты понял как избежать ее то есть тьму. ибо многие ищут во тьме и желая узнать идут на ощупь поскольку нет для них света. Мой сын не позволяй своему уму смотреть вниз но лучше пусть он взглянет наверх при помощи света ибо свет постоянно будет идти сверху даже если ум на земле пусть он стремится следовать за теми которые наверху просвети свой ум светом неба чтобы ты смог отправиться к свету неба не уставай стучать в дверь разума и не прекращай ходить по пути Христа ходи по нему для того чтобы ты смог получить отдых от своих мучений если ты ходишь по какому то другому пути то путь который ты будешь совершать не имеет пользы даже у тех кто ходит по широкой дороге в конце будет то что они спустятся к погибели грязи ибо преисподня простирается перед душой и место погибели широко возьми себе Христа тесный путь ибо он страдает и несет наказание за свой грех о упорствующая душа в каком пребываешь ты незнании ибо кто твой проводник во тьме как много образов принял Христос ради тебя будучи богом он находился среди людей как человек он спустился в преисподнюю и освободил детей смерти они были в родовых муках как сказало писание бога и он запечатал сердце в ней то есть преисподней и он сломал напрочь ее мощные своды и когда все силы увидели его они побежали так что он смог вывести тебя несчастный из бездны и умереть за тебя как жертва за твой грех он спас тебя от мощной руки преисподней а ты с трудом отдаешь свой выбор ему шагая ему навстречу для того чтобы он принял тебя с радостью а свободный выбор то есть смирение сердца это дар христа кающееся сердце достойное принятие жертва если ты себя смиришь ты будешь весьма возвышен а если ты себя возвысишь ты будешь унижен мой сын береги себя от зла и духа зла не позволяй ему чтобы он сбросил тебя в бездну ибо он безумный и жестокий он ужасен и бросает всякого в яму грязи великое и доброе дело не любить нечестие и даже не вспоминать о нем жалком совсем ибо вспоминать о нем это смерть а любому человеку подпасть смерти лишено пользы ибо душа которая подпала смерти оказывается лишенной разума ибо лучше не жить совсем чем обрести жизнь скота остерегайся как бы не сгорел ты в огне нечестие есть ведь много погруженных в огонь которые являются его слугами они которых ты не знаешь твои враги мой сын сбрось себя одежду нечестие и оденься в одежду которая чиста и светла чтобы быть в ней прекрасным имея на себе эти одежды тщательно береги их освободись от всяких оков чтобы обрести себе свободу если ты отбросишь от себя желание коварства которого многочислены то освободишься от грехов удовольствия слушай душа мои советы и не становись ни норой лисиц и змей ни пещерой драконов и ехидн ни местом обитания львов или прибежищем василиска если это случится у душа что ты будешь делать ибо это силы противника все мертвое войдет в тебя через них ибо их пища всякая мертвичина и всякая нечистота ведь пока они находятся внутри тебя что живое войдет в тебя живые ангелы будут ненавидеть тебя ты была храмом а сделала себя могилой перестань быть могилой и стань храмом чтобы праведность и божество могли пребывать в тебе свет который в тебе зажги и не гаси его ибо никто не зажигает светильника для диких зверей и их детенышей покойников которые умерли воскреси ибо ибо жили и умерли из-за тебя дай им жизнь и они снова будут жить ибо древо жизни Христос он мудрость ибо он мудрость он также логос он жизнь сила и дверь он свет вестник и добрый пастырь вверх себя тому кто стал всем ради тебя стучись в себя самого как в дверь и ходи внутри себя как по прямой дороге ибо если ты ходишь по дороге ты не можешь заблудиться и если ты будешь стучаться с ней то есть с мудростью ты постучишься в спрятанные сокровища ибо если он мудрость он делает глупого мудрым она святое царство и сияющая одежда ибо она множество золота которое дает тебе великую честь ради тебя мудрость бога стала образом глупости чтобы тебя глупого вознести и сделать мудрым и жизнь умерла ради тебя когда он был бессильным чтобы через свою смерть он смог дать тебе который умер жизнь вверь себя логосу и отдали от себя скотство ибо животное являет то что не имеет разума ведь многие думают что у них есть разум но если ты посмотришь на них внимательно их речь оказывается скотством дай себе радость от истинной виноградной лозы Христа довольствуйся истинным вином от которого нет ни пьянства ни заблуждения ибо в нем конец пьянству поскольку оно имеет силу давать радость душе и уму в духе Бога но сначала воспитай свои помышления перед тем как пить от него не пронзай себя мечом греха не сжигай себя о несчастной в огне удовольствия не вверяй себя варварам как пленник не диким сверям которые хотят попрать тебя ибо они как львы которые громко рычат не будь мертвецом чтобы не попрали они тебя будь человеком твоя сила в помышлении и этим ты победишь их а человек который ничего не делает не достоин называться разумным человеком разумный человек это тот кто боится бога а тот кто боится бога не делает никакого безрассудства тот же кто оберегает себя от того чтобы совершать безрассудство оберегает свой руководящий принцип хотя он человек обитающий на земле он уподобляет себя богу а тот кто уподобляет себя богу не сделает ничего недостойного бога по изречению павла который стал подобен христу ибо кто почитает бога не желая делать того что приятно богу ибо почитание бога это то что от сердца это свойство любой души которая близка к богу душа же которая является родственницей бога сохранена чистой а душа которая облачилась в христа чиста и она не может согрешить место это же в котором христос там грех бездействует пусть один христос войдет в твой мир и пусть он искоренит все силы которые сошли на тебя пусть он войдет в храм который внутри тебя чтобы изгнать всех торговцев пусть он воссядет в храме который внутри тебя и ты станешь для него жрецом и левитом входящим в очищение блаженно ты душа если ты обретешь это в своем храме блаженно же ты еще больше если будешь ему служить а того кто будет осквернять храм бога бог погубит ибо ты о человек беззащитен если удалишь его из своего храма ведь когда враги не увидят христа в тебе тогда они войдут в тебя вооруженные чтобы сокрушить тебя о мой сын я заповедал тебе много раз относительно этих вещей чтобы ты постоянно оберегал свою душу не ты отбросишь его от себя но он то есть христос отбросит тебя ибо если ты побегишь от него окажешься в великом грехе и опять если ты устремишься от него ты станешь добычей своих врагов ибо все слабые бегут от своего господина а слабых добродетели и мудрости бежит от христа ведь всякий человек если он один попадает в лапы диких зверей познай кто есть христос и обрети его себе как друга ибо он верный друг еще он бог и учитель будучи богом он стал человеком ради тебя он тот кто сломал железные засовы преисподней и медные ворота он тот кто сверх всех высокомерных тиранов тот кто сбросил с себя оковы которыми был скован он вывел наверх нищих из бездны и страдающих из преисподней он тот кто смирил высокомерные силы тот кто устыдил высокомерие посредством смирения тот кто сбросил вниз сильного и хвостуна посредством слабости тот кто в своем презрении презрел то что считают славой чтобы смирение ради бога особенно возвысить он тот кто принял вид человека и божественный логос это бог он тот кто всегда терпеливо относился к человеку и он пожелал породить смирение в высокомерном он тот кто возвысил человека и тот стал подобен богу не для того чтобы свести бога вниз к человеку но чтобы человек стал подобен богу о великая благость бога о христос царь который явил людям великое божество царь всякой добродетели и царь жизни царь веков и владыка небес услышь мои слова и прости меня он снова явил великое усердие к божеству где мудрец или могущий понимать или человек чьи искания многочисленны поскольку он знает мудрость пусть он говорит о мудрости пусть он обнаружит великую гордыню ибо всякий человек стал глупым и сказал от своего знания ибо он то есть христос отверг советы коварных и превзошел мудрецов в их уме ибо кто сможет раскрыть совет вседержителя или говорить о божестве или правильно его выразить если мы не смогли даже понять советов наших друзей кто сможет постичь божество или божества на небесах если мы с трудом находим то что на земле кто будет искать то что на небе всякая сила и великая сила и великая слава явилась миру и жизнь неба желает все обновить чтобы выбросить все слабое и всякую черную одежду чтобы каждый смог явиться в небесных одеждах сияя чтобы явить повеление отца и чтобы он увенчал тех кто желает ревностно бороться причем Христос является устроителем состязания тем кто увенчал каждого уча каждого бороться он тот кто боролся и первый получил венок стал владыкой и явился давая свет каждому все же было обновлено через святого духа и ум господь вседержитель как много славы я воздам тебе никто же не смог прославить бога как подобает ты тот кто прославил свое слово чтобы спасти каждого о милостивый боже тот кто вышел из твоих уст и поднялся из твоего сердца первородный мудрость первообраз первый свет ибо он свет от силы бога и он истечение чистой славы вседержителя и он ясное отражение действия бога и образ его благости ибо он свет вечного света он зрение которое смотрит на невидимого отца постоянно служа и творя по воле отца он тот кто один был рожден по благоволению отца ибо он непостижимое слово и мудрость и жизнь он дает жизнь и питает все живое и силы как душа дает жизнь всем членам так и он господствует надо всем в силе и дает им жизнь ибо он начало и конец всего он наблюдает за всем и заключает их в себе он же заботится о каждом и радуется и печалится так же с одной стороны он печалится за тех кто унаследовал место наказания а с другой он заботится о всяком кого он с трудом ведет к учению он же радуется о всяком находящемся в чистоте Те же святые силы, но и все силы противника горе тебе, если они победят тебя среди всех тех, кто пристально смотрит на тебя. Если ты будешь сражаться в состязании и победишь силы, которые сражались против тебя, ты доставишь великую радость всякому святому и учинишь великую скорбь своим врагам. Твой устроитель состязания весь помогает тебе сказать, чтобы ты победил. Слушай, мой сын, и не будь медленным ушами. Восстань, поскольку ты оставил своего ветхого человека, как орел. Бойся Бога во всех своих делах и прославляй Бога через доброе дело. Знай, что всякий человек, который не угоден Богу, сын погибели. Он войдет в преисподнюю ада. О, долготерпение Бога, которое поддерживает каждого. То, которое желает, чтобы всякий, ставший грешником, был спасен. Но никто не помешает ему делать то, что он желает. Ибо кто сильнее его, чтобы воспрепятствовать ему? Так как он тот, кто касается земли, заставляя ее дрожать и заставляя горы дымиться. Он тот, кто собрал, как в меха, великое море и измерил всю воду на своих весах. О, одна рука Господа создала все это, ибо это рука Отца, Христос. И она создает все. Через нее все произошло, поскольку она стала Матерью всего. Ибо он всегда Сын Отца. Думай это о Боге Вседержителе, который всегда существует. Он не был бы всегда царем, если бы не принес в жертву Божественного Сына. Ибо все обитает в Боге, что возникло через Слово, то есть Сына, как образ Отца. Ибо Бог близок, и Он недалеко. Всякий предел Божественного домочадцы у Бога. Если Божественное согласно с тобой в чем-нибудь частично, знай, что все Божественное согласно с тобой. Однако это Божественное не согласно ни с чем дурным. Ибо именно оно учит всякого человека тому, что хорошо. Это то, что Бог дал роду людей, чтобы по этой причине всякий человек мог стать избранным при лицом всех ангелов и архангелов. Ибо Бог не нуждается в том, чтобы кого-нибудь испытывать. Он знает все до того, как это произошло. И Он знает тайное сердце. Все же они, тайные помыслы, явны и ничтожны перед ним. Пусть никто не говорит, что Бог незнающий. Ибо нечестиво помещает Творца всякого творения в незнании. Ибо даже то, что находится во тьме, перед ним, как в свете. И так ведь нет ничего сокрытого, кроме одного Бога. А Он является каждому. И вместе с тем скрыт весьма. Но Он открывается, так как Бог знает все. Даже если они не хотят сказать это, они будут улечены своим сердцем. Он же скрыт из-за того, что никто не понимает принадлежащего Богу. Ведь непонятно и непостижимо знать промысел Бога. Напротив, трудно постичь Его и трудно обрести Христа. Ибо Он тот, кто обитает во всяком месте и в то же время ни в каком месте. Ведь никто, кто хочет, не сможет познать Бога, как Он существует. Ни Христа, ни Духа, ни хора ангелов, ни архангелов и тронов духов. Ни возвышенные господства, ни великий ум. Если ты не познаешь себя, ты не сможешь познать их. Открой себе дверь, чтобы ты смог познать то, что происходит. Стучись в себя самого, чтобы Слово открыло тебе. Ибо оно царь веры и острый меч, ставший всем для каждого из-за того, что Он желает сострадать каждому. Мой Сын готов себя уйти от правителя мира тьмы и от такого воздуха, который полон сил. А если у тебя есть Христос, ты победишь весь этот мир. То, что ты откроешь для себя, ты откроешь. То, куда ты будешь стучать для себя, ты будешь стучать, принося себе пользу. Приноси себе пользу, мой Сын. Не ходи по тем путям, где нет пользы. Мой Сын, очищай себя сначала от внешней жизни, чтобы ты смог очистить свое внутреннее. И не будь, как торговцы, Словом Бога. Испытай сначала каждое слово, прежде чем ты его произнесешь. Не стремись приобретать почести, которые не имеют сил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok